А я и не знал. Нет, я не знал. Не знал. Я не знал. А я и не знал. Не знал. Не знал. А я и не знал. А я и не знал. А я и не знал, что существует государство, у которого две столицы. Это союзное государство, Москва и Минск. Сегодня мы в одной из них. В Москве, но Беларусь, она всегда с нами помогает выбираться из-под суровых российских снегов. Ну а мы тоже сегодня, как снег на голову, свалимся некоторым москвичам, чтобы узнать, а что они знают про союзное государство. Ну что, Коля, заводзей трактора, поехали! Ну что ж, друзья, мы хотим поговорить с вами о союзном государстве. Знаете, что такое? Союзное государство? Это в плане... Союзное государство. Знаешь, что такое? Нет. Ну как-то. Расскажите мне. Союзное государство. Советский Союз. Не-не-не, это было. Там есть Россия и... А, это, конечно, знаю. Нет, Россия это не союзное государство. Вместе с... С... На букву Б. 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 А, Б. Это государство, которое объединяет между собой несколько субъектов, то есть разные территории. И кто входит в него? Л. Бел. Льги. А, Бельгия, что ли? Беларусь. И... В Казахстане. Нет? Беларусь и Казахстан. Два союзника. Во-первых, между ними нет преград никаких. Ну, кроме России, которая между ними находится. Давайте я вопросу подскажу. Это Россия и Беларусь. Они сейчас вместе... Беларусь. Да. Беларусь. Ну, Лукашенко просто вот так жмёт тебе руку и картошки мешок. Чья была идея создать союзное государство? Владимира Ленина, Владимира Путина, Александра Лукашенко, Андрея Губина. Давай мы в зале исходим спросим. Владимира Ленина, Владимира Путина, Александра Лукашенко, Андрея Губина. Можно проскажу Губин и всё? Дима, холода, одинокие дома, поля, там что-то там, снег ростает и тогда... Да, это гимн союзного государства. Может, Лукашенко? Давай на суефа. Давай. Первый нож на суефа, суефа, суефа. Потрясающе. Вот так у нас в Молдове выборы президента проходят. Чья была идея создать союзное государство? Ленина, Путина, Лукашенко или Губина? Ну, скорее всего, Путину. Ну, я не знаю, честно, я предполагаю просто. А кто ещё мог, помимо Владимира Владимировича, придумать что-то хорошее в этой жизни? Никто. Я думаю, что Александр Лукашенко. Почему? Ему помочь нужна. Интересно. Ты хочешь второй мешок картошки у тебя уже после подъезда? Вот это... Идея создания союза вплоть до мягкой федерации принадлежала президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Договор о создании союзного государства России и Беларуси был подписан 8 декабря 1999 года. Свои подписи под ним поставили Борис Ельцин и Александр Лукашенко. Кто управляет союзным государством? Высший государственный совет. Палата лордов. Оно летит на автопилоте. Или Саурон из Черной башни. Ну, первое, я не запомнил, как оно, но, вероятно... Потому что, типа, самое сложное звучит. Это как в правилах дорожного движения, самое длинное. Да нет, первый вариант, первый вариант. Понятное дело. Высший совет. Почему? Ну, блин, ну, не Саурон же, ну, типа... Саурон. Саурон из Черной башни. Ну, тут просто, ну, без вариантов. А где эта башня находится? Я бы, я... Это верхний этаж виллы Лукашенко. Нет. Высший государственный совет. Ну, высший государственный совет формально, а так и летит на автопилоте. Прикол в том, что он дает ответы, и ты, как бы, раскрываешь их. У вас реально тандем. Вас, случайно, Дима с вами не зовут? Высший государственный совет – главный орган союзного государства. В его состав входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов, государств, участников. Председателем высшего государственного совета является один из президентов России или Беларуси на основе ротации. С 2000 года эту позицию занимает Александр Лукашенко. Какой из этих водных объектов есть реально, уже без подвохов, на территории союзного государства? Озеро Сашка, речка Машка, море Путиных или Александра Григорианский водопад? Мне нравится вариант с речкой Сашка. Потому что ты Сашка. Выбираем Сашку? Как белорусские говорят. Только не говорите, что вы Саша и Маша. Ну, Саша. Ну, выброс. Семейный конфликт, цензурируем. Вообще ничего из этого не слышала никогда. Ничего не видел, да? Не видел, ажа. Не, 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 не. На картах не показано. Ну, может быть, водопад? Хотя откуда? Водопад Александр Григорианский. Красивое название, кстати. Как думаете, насколько он высокий? Ну, если... Ну, в принципе, и маленькие водопады бывают. Ростом с Александра Григорьевича или чуть выше? По-моему, маленький водопад, он такой, может быть. А, скорее всего. Кажется... Не знаю, мне кажется, водопад. Водопад. Красиво, правда? Как он выглядит на той забытке? Вода сверху вниз течет. Абсолютно четкое определение водопада. Речка Машка. На самом деле, есть. Речка Машка, реально. В России причем. Да, я понял. Рядом с речкой Андрюшкой. Они впадают друг в друга по вечерам. Речка Машка. Есть такая. То есть он не зря выбрал Машку. Он помог тебе выиграть полмиллиона рублей. Ура. Деньги уберите, Сбербанк у нас нет. Может, со временем появятся все перечисленные ранее водные объекты, но пока что реально существует только Машка. Это река в Ростовской области России. Ее длина 40 километров. Союзное государство – одна из наиболее обеспеченных водными ресурсами территорий. Располагает более чем 20% мировых запасов пресных, поверхностных и подземных вод. Так что, надеемся, вам в старости будет и кому принести, и непосредственно самой воды хватит с запасом. В каком из этих видов спорта спортсмены из союзного государства вне конкуренции? Танковый биатлон, футбол с квадратным мячом, гольф на вертолетах, нытье на скорость. Танковый биатлон, мне кажется. Ну, Россия и так самая сильная страна. Танковый биатлон, мы это все организовали, поэтому мы там просто короли. А остальные виды спорта? Там у нас есть конкуренция, да? Нытье, например, на скорость. Молдаване с нами еще поспорят, да? Нытье на скорость. Почему? Потому что я сама всех уделаю, если что в этом. Готова в олимпийскую сборную союзного государства. Короче, танковый биатлон, вероятно. А почему? Ну, потому что всего остального, насколько я знаю, нет. Ну, подожди, футбол с квадратным мячом в 100%. А как еще сборная Россия тренируется, если не так? Потому что с круглым не получается ничего. На самом деле, правильный ответ – гольф на вертолетах. Придумали и играют. И знаете, почему у меня конкуренция? Просто больше никто до такой штуки не додумался. Только наши. И танковый биатлон, и вертолетный гольф были придуманы в России. Однако, если пострелять из крупного калибра по мишеням в последнее время приноровились и китайцы, и даже иранцы, то вот ударить четырехметровой клюшкой весом 10 килограммов, закрепленной на летящем на высоте 4-6 метров вертолете, по лежащему на снегу мячу диаметром в 1 метр, удается пока только спортсменам из союзного государства. Разработал эту идею президент вертолетной компании «Аэросоюз» Александр Климчук. Произошло это в 2013 году, и с тех пор в Подмосковье проводится турнир по новому виду спорта. И мы хотим вам в качестве презента подарить бутылочку молдавского вина. Ну, мы маленькая страна, вот поэтому и маленькая бутылочка. Спасибо большое. Мы маленькая страна, но в нас сладкая жизнь. Поэтому вот вам держите, дарим конфеты Молдова. Это наш вклад будет в союзное государство. Хорошо? Вы там, если будете на собрании, скажите, чтобы нас взяли. Хорошо? Хорошо. Поверь, мало, но зато от души, от чистого сердца. Мы же сами маленькие, как бы, ну, для вашей, для большой России.